Всем привет, привет! У нас опять мрачно, ветер даже небольшой, хотя сейчас утро. Прям затяжное вот это вот небо, всё не очень хорошо. Гуляю я с Майлсом, на сегодня нарисовались внезапно дела, иду по делам, сейчас его прогуляю и побегу. Сегодня мы наконец-то вызновим наши покупки молока из бочки. Ваня сейчас пойдёт брать, а мне надо в соцзащиту. Я сдала документы ФМС, как мне было и сказано. Там мне приняли, сделали скан всего. Потом, когда мы гуляли с мамой по старому городу, в конце этой прогулки я зашла в ФМС, сделала сверку документов, и необходимые для них документы, они у меня забрали оригиналы, там всё это взяли. И вчера к вечеру мне звонят уже из соцзащиты, и говорят о том, что, мол, какого вы не отдали билеты. Электронные билеты, получается, распечатанные, я не отдала. Но я ей объяснила, что я отдала всё то, что у меня взяли. И я ещё даже поинтересовалась, говорю, а вот эти документы, она говорит, нет, эти документы, они нужны нам. И взяла у меня только посадочные талоны. Чему я очень удивилась, думаю, ну ладно, у каждого свои там правила. А вот теперь соцзащиты позвонили и говорят, что, мол, эти билеты нужны, не могли бы вы нам принести. Ну я объяснила ситуацию, они по-хорошему всё, мол, не могли бы вы, пожалуйста, и так далее, и тому подобное. Вот поэтому пойду и заодно схожу на работу. Уже начинается декабрь, и надо написать заявление опять за свой счёт, что в декабре я, в общем, не буду работать, что у меня не прогулы, что я по собственному желанию. Это всё договорённость с моим руководством, все знают, все соглашаются. Я уже неоднократно предлагала уволиться, но моё руководство не теряет надежды на то, что всё-таки я образуюсь, встречусь с умом, выздоровлю и пойду работать. Я, конечно, очень хочу. Сейчас вот у меня в планах в январе месяце всё-таки пойти попробовать хотя бы себя, а там уже как получится. Ну, вот. Потому что сидеть дома это можно до бескончания века. Ну, такие дела. Ещё, наверное, если у меня останутся силы, желания, эмоции, не знаю, как где что сложится, если я нигде не буду психовать, нервничать и так далее, то хочу сходить ещё купить себе ботинки. Всё-таки вот эти мы ботинки заклеили, но очень с трудом. Иван мне помогал, плевался, ругался, объяснял, что так никто не клеит, что это всё ненадёжно. В общем, я решила, что эти ботинки всё равно у меня очень тёплые, они не промокают, и я в них могу гулять вот вокруг дома с собакой. Вполне нормально и не жалко, где по газону пройти, где ещё чего. А новые, наподобие, такие же надо купить, потому что я понимаю, что скоро меня ожидает Москва, ну и вообще хожу по разным, там, в больницу, в тот же судзащиту и так далее, и надо выглядеть более-менее порядочно. Ну что, я с дырявыми ботинками буду ходить в судзащиту. Поэтому пока есть выбор, пока есть возможность, я решила всё-таки пойти и купить себе ботинки. Ну, это посмотрю, как сейчас по времени, по состоянию души. Вот такой план действия. Ну, а пока мы пока просто гуляем. В общем, проводила я Ивана до молока. Сегодня на молоко даже была очередь из трёх или четырёх бабулек, чему мы очень удивились. Бегу дальше в соцзащиту, прям так быстро иду, Иван мне напугал, что сейчас у них может начаться обед, что мы рано вышли, ой, поздно вышли. Ну вот, бегу. Уже пробежала, сейчас пойду отдам. Вон наша соцзащита торчит. Такое здание под ёлками. Кто не знает, вот вам сюда. Это находится Деда К. Коломна. Я, например, в жизни не знала, что здесь такое учреждение. Вот, всё, мне сюда. Пять минут и всё готово. В общем, девочка не взяла у меня бумажной копии. Вот я подносила. Всё корректно, всё культурно. Я как раз отблагодарила за то, что меня отправили в такой хороший санаторий. Я хотела зайти, чисто по-человечески сказать спасибо. Ну вот, как раз всё и случилось. Как говорится, всё по-божьему промыслу. И слава богу за всё. Всё, иду дальше на работу. Мне прям буквально чуть-чуть через ДК Коломну пройти. И я уже на работе. Побывала вся на работе, пообщалась. Вот уже практически год я не работаю, можно сказать. Но всё равно все такие свои. Всё такие хорошие. Все прям вот, ну, как родственники. Можно сказать, что работает, наверное, второй твой дом. И я, правда, иду тут, так как домой вообще. Все мои девочки, эти у вас очень сильно люблю. И нашу Наталью Васильевну, и девчонок, нашу начальницу. Вообще коллектив у нас супер. Всех люблю, всех обожаю. Прям сходила, как с родственниками пообщалась. Ну всё, дальше бегу осуществлять свою мечту. Покупать себе ботинки. Я уже приехала в Галутин. Смотрю, около рио нарядили ёлку. А я иду в магазин полцены за обувью. И вот мои ряда. Что я хотела. Как пример. Может быть. И размер мой есть. Или вот такие. Ну, ещё вот. Буду смотреть. Ну всё, купила я себе дутики. Такие покажу дома. Ну, это были самые первые, которых я смотрела. Всё, иду домой. Обедать и заниматься делами. Мне Ваня обещала блины сделать. Будем делать блины. Вот те самые первые дутики, которые мне понравились. Вот их я и взяла. И они были по акции. 855 рублей. Это не первые дутики, какие я померила и сразу же взяла. Я хотела взять за 1150, но там всё здесь сковано, здесь сковано. А тут вот так вот собиралась гармошкой. И получалось, на тебе это смотрится вот так. Это были пятые, которые я померила уже в самом конце. Думаю, ну тогда уже в конце вот это померила. Померила и нормально. И ощущения мои нормальные. И получается, на ноги у меня нормально смотрятся. Поэтому я довольна. Вот только мне не нравятся стельки ходят. Худуном я думаю, что, наверное, на момент их наклею, чтобы они стояли ровно. Чтобы каждый раз при обувке не приходилось мне поправлять стельки. Только вот этот вариант. И ещё меня немножко подбешивает вот эта вот штучка. Ну, дурном какой-то. Я понимаю, что плотнее на ноге там, то и сё. Но я, наверное, срежу вот это всё дело. Ну, зачем? Смысл какой? Ну, вот такие дела. Сейчас я собираюсь покушать борщ. Поставила уже варить молочко. Мы берём в бочке. Оно получается не кипячёное, с сыром молоком. Вот мы его потом кипятим. И буду делать начинку из капусты. На блины. И потом сами же блины. Так как Ивану обещала. Ну, вот так. Показывать, как делаю, не буду. Сделаю ссылку в описании на моё видео, где я показываю, как делаю блины. Как делаю фаршированные блины. Поэтому там можете посмотреть. Всё, буду обедать. И заниматься дальше. Да, Малсюш? Чё на бороде тоже? О, опять всякую ерунду с пола подымает, а? Голодаешь, Малсюш? Серьёзный. А дальше я хочу с вами продолжить тему вчерашнюю по поводу детских игрушек. Просто впереди Новый год. Обещаю, что это всё. Последний выпуск. Больше про игрушки не заикнусь. Но всё равно сейчас все пойдут покупать детям игрушки. И почему бы и нет. Посмотрите, что мы своей приготовили. Домик ещё раз показываю. Вчера, который просто спешили. Быстрее, быстрее. Я вас могу уверить. Мы с Татьяной две взрослые публицы. Нам и топ. Домик понравился. Здесь вот опускаемся. Здесь много мебели всякой. Второй этаж. В общем, моя мелкая будет счастлива и довольна. Вон, есть и кресло, и телевизор, и ванная, и кровать. Осталось ей каких-нибудь маленьких куколок купить. И вообще, класс. Играть хочу. Как вариант для подарка на Новый год ребёнка. И моя мама поспешила. Уже сразу же к Новому году купила своей внучке, моей племяните, тоже игрушку. Пока она у меня решила вам показать. Но, как бы, она меня попросила её посмотреть, чтобы посмотреть, всё ли нормально работает, всё ли хорошо. Это не эта игрушка. Эта игрушка подарила нам на какой-то Новый год папа Ванин. И она у нас до сих пор работает вот в таком Акаре. Ну и разные песни. Вот в таком Акаре у нас есть кот. Мы его никуда не деваем. Как-то очень ценен. Папа подарил. И он реально прикольный даже для взрослых. Почему я его взяла? Потому что я знаю, что для этой игрушки нужны батарейки. А я недавно покупала новые батарейки в кота. Поэтому я знаю, что кот точно при батарейках. Так, так. Майлс, сеть, пожалуйста. Я поняла. Ну ладно, в общем, кот я... А, тебе кота не показал. Лёшкин кот. Майлс, как же я так смогла? Тебя без кота. Итак, Майлс, готов? Готов? Где же ты? Где глаза твои умножьи? Майлс, тыказала. Всё? И ещё? И ещё надо? Никто тебя не любил так, как я. Ну, в общем, всё. Майлс познакомился. Оказывается, ему надо понюхать очень сильно кота. Итак, главное, что я хотела показать. Игрушка. Это, ну, подобие Бэби Борн, но как-то по-другому называется. Малышка Амелия. А у меня крестницу как раз зовут Амелия. Всё сходится. И я должна её протестировать и посмотреть. Стоит она за 1000 рублей, больше 100, чем. Но, что нас привлекло, у этой малышки очень много функций. В общем, это подарок бабушке для своей внучки. В общем, вот такой пупс, как наша маленькая любит. Что можно всё открывать, снимать, одевать. В общем, маленький ребёрок. Ну, достаточно такой большой. Глазки открываются. Всё как надо. Здесь на липучках. И вот он механизм, куда, чего ставить. Ага. Три батареечки. Мне кажется, тут мизинчиковые. А у меня пальчиковые. Сейчас посмотрим. Да, тут должны быть мизинчиковые батарейки. Не получится посмотреть. Очень жалко. Хотелось. Так, где же у меня может быть мизинчиковые батарейки? У меня нет мизинчиковых батарейок. Ну, тогда покажу просто вам, как есть. В общем, кукла. Поняли, да? Амелия, малышка. Снимается всё. Всё раздевается. Вот такая. Глазки открываются, закрываются. По инструкции она плачет и гулит. Ну, значит, агу-агу. Дальше у неё есть тут на пупочке. Вот. Кнопочка под пупочком. С помощью этой кнопочки как раз и происходят звуки. Так. Ещё есть во рту дырочка. Дальше есть ещё горшок. Есть бутылочка ещё поить. Есть мисочка, ну, тарелочка и ложечка, чем кормить. Вот это вот эта каша, я думаю. Соска, две памперс, так как эта кукла реально пьёт воду, ест кашу, пьёт воду и писает на горшок. А если вы её на горшок не посадили, она подгузник. Подгузник потом надо покупать, тогда новый. Так. Поближе покажу, вот он. Ну что, как тебе, малышка Амелия? Скажи мне. Всё, у Малыша шок. Так, у Малыша ещё Амелия вытащили. Вот, Амелия, как ты? Да, тебе она нужна очень. Вот такая. А если она бы ещё заговорила, у Малыша вообще шокова. Не надо её лизать. Представляете, ему настоящего ребёнка дать. Да? Вот, вот. Вкусная девка. Наша? Рад? Наша, да? Всё хорошо. В общем, такой ребёночек. Достаточно она крупная такая. Большая. Даже наш кот, и то меньше. Этой куклы. Вот инструкция, что я вам читала. Вот она, бутылочка. Вот Амелия. В комплекте. Горшок, бутылочка, ложка, тарелка, две пустышки, подгузник, свидетельство о рождении, етицкая, богомыш. Четыре пакетика каши и инструкция. Ёшкин ты кот, господи. Три года. Ну, наши 2,7, я думаю, что пойдёт. Наши такие все вещи любят очень. Вот. Дай попить. Покорни. Вот надо раздетой это всё делать сразу. Нажми на кнопку. Малышка сходит на горшок. Хочешь вот так, хочешь вот так. Плачет настоящими слезами, водище льётся и закрывает глазки. Наша будет в восторге. Я знаю её. Будет постоянно её целовать. Убаюкивать. Главное нам вот дело с памперсами не прогадать. А то не накупимся. Вот такая, в общем, куколка. Она всё нравится, это уже хорошо. А мне нравится вот наш кот. Понятно? Ну, а я заканчиваю с этими детскими выпусками игрушек. Я показываю для того, чтобы у вас был выбор для игрушек, подарков для своих детей к Новому году. Ну, вдруг кто-то думает. И тут раз Эврика осенили. Я знаю, что домик, что вот эта кукла наша зайдёт прям вообще на ура. Она вот это всё любит. И мы видели, как в гостях она с этим совсем играется. Поэтому всё будет здорово. Ну, всё. Всё показалось, всё рассказала. Теперь уже 100% начинаю заниматься блинами. В общем, как всегда, планы остаются планами. Успела я сделать это кастрюлю щей для Ивана. Постных, не на мясе. Просто вода с овощами. Масуша. Масуша. Нет, не чайпань. Сделала начинку для блинов. Капусту. И молочко скипятила. На блины меня не хватило. Точнее, Ивана. Иван пришёл с учёбы очень сильно уставший. И уже лёг спать. Ну, а мы с Масушей сейчас чайку попьём и тоже ляжем. Да, Масуша? Завтра тяжёлая жизнь. Завтра тяжёлая работа у нас с тобой предстоит. Мы с тобой едем на дачу. А я на этом со всеми вами буду прощаться. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!